Приветствую вас, Аноним. Вопрос про одноклассников, про встречу одноклассников, история о том, что в школе была компания из нескольких человек. Вот, соответственно, прошло десять лет после окончания школы, и автор вопроса переживает то, что его не зовут на встречу одноклассников. И мучается между выбором, пойти ли на встречу одноклассников по желанию одной из бывших одноклассниц или нет. Автор вопроса не хочет, чтобы ее звали только потому, что что-то там про нее узнали. Автор вопроса склонен оправдывать своих бывших одноклассниц, почему они они зовут, но в то же время, как бы в последний период начала замечать, что у нее больше обиды на них, и появляется желание отомстить. Кроме того, такая возможность красиво отомстить у автора вопроса есть. Но в то же время есть серьезное переживание по поводу того, что если она пойдет и все-таки встретится с одноклассницами и будет с ними общаться, то некоторые факты про нее раскроются, и это изменит отношение одноклассниц, собственно говоря, к ней. Чего автор вопроса не как бы вы красиво вышли из ситуации? На мой взгляд, вопрос это некорректный, потому что каждый человек по-своему бы вышел из данной ситуации, и мне кажется, что от того, что я вам скажу, скажу, как бы я, например, вышел, да, мало что изменится, потому что я живу в своей реальности, а вы живете в своей реальности. Вот. Ну, если вас интересует, как бы, как бы я красиво вышел из ситуации, то здесь нужно понимать, что понятие красоты у каждого свое, понимаете? Вы, может быть, видите некоторую красоту в том, чтобы опомстить или в том, чтобы оправдать своих одноклассниц. Я вижу некоторую красоту в другом, в том, что не обращать вообще никакого внимания на этих людей, просто жить своей жизнью, потому что если как бы люди не зовут, значит, я им не нужен, а если зовет один человек, значит, я ему нужен. И, соответственно, никто не запрещает мне общаться с тем человеком, который в общем и целом меня зовет. Вот и все. То есть, как бы я вижу некоторую красоту в том, чтобы как бы ценить тех людей, которые ко мне тянутся и не тратить свое время на, собственно говоря, тех людей, которые, которые мне не нужен. Вы сами сказали, что одна из одноклассниц интересуется вами искренне, но почему-то именно с ней сближаться вы не хотите. А вам именно, вот важно как бы блескнуть или продемонстрировать, что вы добились больше. Вот. Но я повторюсь, я повторюсь, что то, как бы мы, как бы мы вышли из данной ситуации не имеют ничего общего с тем, как выглядите вы. Дело в том, что у вас здесь глобально несколько есть основных сложностей, основных трудностей. Первая, основная трудность и сложность, то, что можно было бы обсудить на психотерапии, например, это, в принципе, в целом отношение к обидам, точнее, взаимодействие ваше с обидой. Понимаете, обида появляется тогда, когда есть некоторое чувство, ну назовем это так, некоторое чувство стыда, условно. Пусть это будет условное чувство стыда. Почему условное? Потому что не всегда обиды появляются из стыда, очень часто обиды появляются из ожидания, очень часто обиды появляются из страха. Вот. Может появляться точнее, но сейчас речь не об этом. Сейчас речь не об этом. Дело в том, что стыд сдерживает человека. Понимаете? Я думаю, что, когда возникает какая-то неприятная история, любая, абсолютно, вот абсолютно любая история, то мы к ней как-то, ну, мы ее как-то воспринимаем, да? И если нам не нравится, если нас не устраивает, если нам не по душе что-то, то, что происходит, что кто нам сказал, кто как с нами поступил и так далее, то мы можем поступить двумя разными способами. Первый способ – это выразить так или иначе свое отношение. А второй способ – нет, не выразить, промолчать, смолчать и так далее. И в вашем случае вы выбираете молчать. Вам неприятно, что вас не зовут, и это нормально, но вы как будто бы сами сомневались. Вы сами у себя отбираете право на то, чтобы быть равноценным и равноправным членом вот, собственно, вот этого, вот этого, ну, давайте назовем это кружок. Кружок. Да, пусть это будет кружок. Вы как будто бы сами отбираете у себя быть полноценным членом этого кружка. Понимаете? То есть, вы чувствуете некую несправедливость, что вас не зовут. Кстати, не зовут вас, скорее всего, именно, потому что каждый из них где-то на интуитивном уровне знает, что вы добились, вероятно, больше всех их. Потому что на показ то, чего добились люди, выставляют, ну, люди, знаете, как и нескольких типов, да. То есть, это могут быть объективно публичные люди, такие как спортсмены, бизнесмены, какие-то общественные деятельности. Да, они могут выставлять это на показ, ну, потому что у них, как бы, это, это, можно сказать, часть их заработка, да. То есть, они благодаря этому, там, имеют какую-то выгоду. То есть, это достаточно спланированная история. Вот. Выставляют на показ люди с астероидным типом, да, которым нужно внимание, и выставляют на показ, в принципе, люди недалекие. Люди, которые ведут достаточно скрытный образ жизни, вот, ну, как правило, в общем-то, добиваются больше, вот. Ну, мы не берем в расчет вот те случаи, которые я провел. Только, бродокс в том, что когда скрываешь, тяжело этим наслаждаться. Вам тяжело наслаждаться тем, что вы, условно говоря, живете в Европе, но не можете ни с кем об этом поговорить, например. Вот. И мне кажется, что подсознательно ваши одноклассницы бывшие знают, что вы добились больше, поэтому вас не зовут. Они испытывают, скорее всего, то же самое, что и вы, зависть. Вот. Так вот, вас не зовут. Это неприятно. Это нормально, что вам неприятно. И, поскольку есть группа, поскольку ваш номер телефона тоже взяли, если я правильно понял, то абсолютно нормально спросить, почему не позвали меня. Но! Вы скрываете это. Вы стыдитесь. Понимаете? Здесь парадоксальная история. Вы хотите опомстить, чтобы восстановить статус-кво. Вас и недели вы после этого нанесете удар. Это выглядит логично в той парадигме, в которой вы живете. Но опомстить хочется, когда вы сдерживаете вот эти самые чувства. Потому что если бы вы, например, сказали бы, но спросили, почему меня как бы не зовут, вам бы ответили, типа, ну, там, извини, ты нам не нравишься. Или, да, конечно, приходи. Вы бы пришли. Пообщались бы, все поняли. Все было бы в порядке. Да, вы бы почувствовали себя, возможно, отверженной. Да. Да, может быть, вам, там, сказали бы что-то неприятное. Это было бы больно, но... Это была бы боль, что называется... Может быть, сильнее, но легче. Да, легче. Вот. Вам вроде бы не так больно, но в то же время обиды как бы отравляют. Так вот. Вы это сдержали. Потому что вам стыдно. Вы даже сейчас... ...делаете такой намек, что... Хотели бы, чтобы вас позвали. Вот. Вы хотели бы, чтобы вас позвали. То есть, не вы сами, а вы хотели бы, чтобы вас позвали. Почему? Потому что, если вас позвали, ну, вы вроде как, я не... Ну, не ответственно. Да, не отвечал на это. Вот. Это стыд. Это просто стыд. То, что вы описываете. Почему вы скрываете, вот, свои какие-то намерения, да. И почему вы скрываете то, что, как бы, вы переехали в Европу. Это про стыд. Про страх оценки. Отсюда, соответственно, такая важность отомстить. И именно со стыдом и со страхом оценки, с тем, что вот вы... ...какая-то не такая, никому не нужны или нужны только из-за чего-то. Вот с этим и нужно работать. Не для того, чтобы вы не мстили. Это ваше право, мстить или нет. А для того, чтобы у вас был выбор. Понимаете? Не такой выбор, который вы пишите здесь. Забить, простить, оправдать. Не сможете. Потому что вы не забыли. Потому что вы не простили. Потому что вы не оправдали. Потому что вам больно, у вас обида. Вы себя чувствуете аутсайдером. Это не случайно. Вот. У вас конфликт. Вам хочется проявить себя, рассказать о себе, сделать что-то. И в то же время страх, что любить будут только за это, за то, что... У вас есть. Знаете? Решепление происходит. Вот. Так. Значит. Вот вы пишите, что может быть я слишком критично к ним. А вот неизвестно. Степень критичности у всех людей разная. Чтобы понять вашу степень критичности, ее нужно разгрузить. То есть, чтобы в этой критичности была только критичность. Чтобы не было ничего другого. А для этого необходимо как бы развести ваши потребности. Вот. Сейчас вам хочется признания. Одна из базовых потребностей человека. Потребность признания. Потребность восхищения. Вот. Которое, правда, иногда называют суррогатом потребностей в продолжении рода. Вот. Тут еще нужно разбираться. Вот. Потребность в признании. Потребность в восхищении. У вас эта потребность не удовлетворена, суть по всему. Вот. Нужно еще раздраться, каким образом, по каким причинам она не удовлетворена. И она, эта потребность, в общем и целом, мешает вам быть собой. Потому что вы не школьная подруга сейчас для этих людей. Вы человек, который за счет этих людей пытается решить свою проблему. Проблему. И это нормально. Это нормально. Пока вы другого пути не видите. Вот. И вы можете обомстить, вы можете делать все угодно, но проблема не решится. И через какое-то время какая-нибудь такая ситуация у вас возникнет вновь. Либо это будет постоянная борьба с уваженными школьными подругами, которые не совсем подруги. Кроме одной. Вот. Понимаете? Вот вы и пишете. Этот вопрос для меня важен, несмотря на то, что прошло много лет. Важность этого вопроса для вас чем-то определена. Я не говорю, что это не важно, я не говорю, что это не должно быть важно. Я говорю о том, что важность этого вопроса для вас чем-то определена. И поскольку вы не оставляете в прошлом то, что должно, по идее, остаться в прошлом, у меня к вам вопрос. Хотите ли вы, чтобы это осталось в прошлом? Если хотите, можно помочь. Если не хотите, супер. Тогда, если вы не хотите, чтобы это осталось в прошлом, решите для себя следующий вопрос. Какие отношения с одноклассниками я хочу? Это такие вот, конкурентная борьба постоянная. Или, в общем и целом, постановка перед фактом других людей. Я вот такая, хотите общайтесь, хотите нет. Или игра. Вам делать выбор. Только вам решать. У каждого пути есть своя цена. Например, если вы решите оставить в прошлом всю эту историю с одноклассницами, да? И, как бы, признаете, что они вам не друзья уже. И что, как бы, вы уже повзрослели. И, как бы, что вам нужно искать друзей более, как бы, соответствующих вашему образу жизни, вашим ценностям, вашим увлечениям и прочее. Вот. То вполне вероятно, что ваша жизнь, она станет несколько более пустой. Вот. Вполне вероятно. Потому что та масса переживаний, которые у вас есть сейчас, станут не нужны. Если вам ваша жизнь не очень интересна, вы этого будете избегать. Если вы решите продвигать идею конкурентной борьбы, то вам понадобятся новые и новые достижения. А вам понадобятся все новые и новые действия. То есть быть в напряжении, быть в тонусе. Это скрывает развитие психосоматических заболеваний. Болезнь сердца, ЖКТА и так далее. Вот. И, в принципе, если наполнить вашу жизнь вполне реально при определенной работе, работать с психосоматикой в общем и целом сложнее. Поэтому решать вам. Вот. И последнее, наверное, что я скажу. Вы не можете простить по желанию кого-то. Понимаете? Ваш вопрос... Скорее всего, некоторые мои коллеги назовут незрелым. Может быть, даже инфантильным. Я так не считаю, потому что мне кажется, что человек сам выбирает, что ему важно. Человек сам решает, какие у него приоритеты. Мне кажется, что и почему я заговорил про незрелость. Потому что мне кажется, что ваше основное заблуждение, которое, вероятно, осталось из детства, заключается в том, что можно взять и насильно забить, простить, обравдать. По большому счету, вы здесь транслируете такую позицию, как обманить себя. То есть, вы болтаете прямым текстом, говорите, я себя обманываю. Не важно, насколько это успешно получалось. Не важно. Вы пытаетесь это сделать. Вы обманываете себя. Вы обманываете себя, вот, например, в том, что, ну, допустим, вам скажут. Оправдай, прости, забей. Вы оправдаете, простите и забьете. Как на тренингах по бизнесу, да? Самовнушение называлось. Но самовнушение не меняет природы человека. Не меняет его чувств. И ничего не делает с обидой. Поэтому мне кажется, что в этой ситуации в любом случае для вашей дальнейшей жизни нужно учиться признавать свои чувства, какими бы удобными и страшными они не были, и искать способы их выразить. Конструктивные способы, не конфликтные способы, не разрушительные способы. Потому что некоторые находят именно такие. Это вот то, что хотел вам сказать. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Чтобы вы решили эту ситуацию максимально для себя аутентично, то есть так, как вам хотелось бы. Наверное, нужно, чтобы вы стали поувереннее в себе. Сейчас из-за вашего, как я уже сказал, стыда, неудовлетворенной потребности в признании и, вероятно, в страхе оценки, это не точно. Вы не можете поступить так, как вам хочется. Именно хочется. Вы не знаете как. И оправдать их хочется. И в то же время отомстить. Знаете, да, какого расщепления. Вот. Я бы вас спросил, а когда ещё, когда ещё и кого по жизни вам хотелось одновременно и оправдать, и в то же время отомстить? Уже очень сильно это похоже на взаимоотношения с некой родительской фигурой. Желаю вам всего самого доброго.